всем привет и сегодня кстати посмотрите у меня наконец-то есть бетличка ну короче я буду записывать видео посвященное опять нашей великой любимой нелюбимой ненавистной и все остальное море геару а так вышло что мое видео залетело в рекомендации очень очень интересно как второй раз об этом уже говорю и на меня набежало много людей с комментариями и которые комментарии были позитивными некоторые были негативными некоторые относились к море геару а некоторые относились к тому как я держу ручку не стала просто интересно а почитать потому что я Я, на самом деле, читала все комментарии, комментарии до сих пор появляются. На данный момент у нас 449 комментариев. Итак, некоторые комментарии затрагивали тему того, что Мори Гяру не виновата, виноваты ее родители, у нее не было выбора. Потом еще были комментарии, говорящие, что я не понимаю, что у нее психологические болезни, что она не контролирует себя и вообще. Вот у нее есть проблемы, а у тебя никогда таких проблем не было, ты ее понять не можешь и вообще она не может выйти из своего дерьма, и ты виновата вот в том, что ты ничего не понимаешь. Давайте отвечу я сразу. Как я и говорила в прошлом видео, у всех есть свои проблемы. Люди могут выбираться из такого дерьма, которое будет много раз хуже, чем у Мори Гяру. Наверное, вы удивитесь, но я знакома с множеством людей, у которых проблемы намного хуже, чем у этой девочки, и в итоге она почему-то не может выбраться из этого всего, наверное, в силу своего возраста. А все остальные почему-то как-то пытаются справиться. В этом и суть жизни. Искать проблемы, а потом выбираться из этого дерьма самостоятельно. Вот представляете, люди все так живут. У всех есть какие-то проблемы. У многих есть всякие депрессии, шизофрении и маниакальные наклонности. Но почему-то многие люди могут с этим справиться. Они проходят через много этапов принятия себя и принятия того, что им надо делать. Ходят к психологам и к психиатрам, им выписывают таблетки. Также очень много людей высказалось против психушек. Говорят, что из них делают овощи. А вы были сами в психушках? Вот скажите мне, вот вы сами туда ходили? Или вас туда отправляли? Вы просто так говорите однозначно? Есть ли наоборот, которые согласны с тем, что все же надо ее отправить в психушку? И вообще-то я все еще согласна с тем, потому что есть психологические а-ля пансионаты, где психи, то бишь люди с проблемами, лечатся. У них там есть групповые занятия. Они не привязаны к кровати. Они просто лечатся. Люди, которые пытались совершить самоубийство, тоже иногда туда попадают. И просто там находятся в компании таких же людей, и они пытаются справиться с этим вместе. Мне кажется, так даже намного легче. То, что мать пытается замять ее проблемы, это показывает ее некомпетентность с моей стороны, ну, с моего мнения. И в принципе, если закрывать на все глаза, то ничего хорошего из этого не выйдет. Также давайте перейдем к людям, которые еще оправдывают Моригяру, к ее отношению, по типу того, что она не виновата вообще, вот такая вот бедная, несчастная. А давайте-ка попробуем оправдать другого человека. Например, Чикатило. Чикатило тоже бедный человек. Он увидел ужасы войны. Над ним издевались во всей деревне из-за его импотенции, как он думал. А давайте вот, давайте его оправдывать. Ведь все убитые им люди, они сами виноваты, что наткнулись на него. Или вы тоже думаете, что обвинять животных, это как-то странно, да? У нас очень много было споров. Вообще, как оказалось, ей 18, так что мои слова про то, что ей 15 не имеют смысла. Ребят, она может понести полное наказание за жестокое обращение с животными. И считаю, что правильно освещать такую тему, чтобы люди были как минимум наслышаны об этом человеке и понимали, что она просто хитрый манипулятор, который пытается пользоваться людьми, оправдывая свои зависимости и остальные нехорошие моменты, как убийство животных. Она знает, что убивать животных ей нравится. А зачем тогда оправдывать ее поведение, ребят? Все же это немного странно, не думаете? Я, кстати, рада, что на мое прошлое видео не кинули страйк, а также про видео с Еви. И у Севи ситуация такая же, типа, вы что, будете оправдывать и говорить, что на канале ShadowBitch есть полное разоблачение, вообще он не виноват, и он не пидофайл, он не грумер, он никто. Блян, ребят, бят. Фу, йогу дали. Я пыталась держать спокойный тон во всем видео. Наверное, у вас будет спидпейнт на фоне и комментарий, потому что, ну, можете поостанавливать, почитать. На самом деле, я оставлю ссылку на предыдущие два видео с Еви и с Морю Гяру. Это очень интересный экспириенс в моей жизни был, и я никогда не встречала столько интересных людей. Спасибо многим, что подметили то, как я держу кисть. Я отвечала каждому, мне кажется, на этот комментарий по несколько раз, потому что это все же интересно. Я так держу кисть с самого детства. Я левша и правша. Я амбидекстер. Ну, сомнительно амбидекстер, я бы сказала. Левой рукой я могу на горизонтальной поверхности рисовать. И вы видели, как я держу карандаш на вертикальной поверхности, то бишь мольберт и так далее. Я рисую в большинстве случаев правой, потому что мне удобно так. Я не знаю, кстати, почему, откуда у меня эта привычка. Меня пытались переучить в начало кино, но это неправильно. Нельзя переучивать левши, это так не работает, ребят. Короче, что мне еще сказали про мой стиль? Спасибо большое. На самом деле, мне очень-очень-очень приятно. Последние комментарии, кстати, чуть-чуть были странные, типа, полежи в дурке. Виспоинт 360 не покрас, не просрак. Я с Тухнифорс ТВ. Вопросов так много было на самом деле, но ну и пусть, как бы, наоборот, это тоже забавно. Я серьезно, я смотрю на каждый комментарий. Это так весело. Блин, ребят, вы бы оставляли мне столько комментариев почаще. Все, наверное, на этом все. Всем удачного дня. Не оправдывайте маньяков, насильников, педофилов и убийц. И всем удачи. Всем пока. Кстати, пишите комментарии, нажмите на колокольчик. У нас, по счету, скоро 400 подписчиков. Я так рада. Ой, все, давайте. Блин, я решила... Я сейчас лазила опять под видео с Мори Гяру. В комментарии. Так вот. Экскуз-ми. Ладно, людям не нравятся мои слова паразиты. Да, я такая вот не умеющая разговаривать. Это пофиг. Но называть мою руку культей, потому что я держу неправильно крандаш. Ну, ребят, вы что, охуели?